Наш следующий спикер Олег Фея, физик, научный сотрудник лаборатории компьютерного дизайна материалов в МФТИ. И он расскажет нам про квантовый мистицизм. Олег, прошу. Добрый день. Как это громко? В общем, я не уверен, что вы слышали термин квантовый мистицизм. Это реально термин. Я постарался воплотить в своем образе. И квантовый, то есть у меня на груди знак H-ν, это знак энергии кванта света, и для мистицизма плащ. В общем, кто из вас слышал про так называемый эффект наблюдателя. Можете поднять руку? Круто, почти все слышали. Для тех, кто не слышал, я напомню, что это такое. То есть мы берем, это называется еще эксперимент с двумя щелями. То есть мы берем обычную щель в экране и берем пушку, которая стреляет самыми обычными шариками. И мы видим, шарики за щелью концентрируются. Потом мы берем экран с двумя щелями и стреляем теми же самыми шариками. И мы видим две зоны, где попадают шарики. Просто напротив щелей. Что будет, если мы используем вместо шариков волны? Ну вот мы берем обычную волну в жидкости. Она проходит через щель. И наибольшая такая интенсивная, здесь можно сказать как-то смачиваясь, она будет напротив щели. Теперь мы возьмем две щели. Вот смотрите, что сейчас будет. Сейчас из каждой щели будет выходить своя волна. И там, где подсвечены яркими точками, они складываются. То есть они одинаковыми пиками идут вверх. И мы получим такую интервенционную картину. Это называется явление интерференции. А вот эта полосатая картинка — это интерференционная картина. То есть в некоторые зоны, например, там, где яркими подсвечены, волны приходят обе на максимуме. И там интенсивность больше. Там, где темные, одна приходит на максимуме, другая приходит на минимуме. То есть одна горбиком, другая вот такой ложбинкой, долиной. И они вычитаются. Что будет, если мы сделаем все то же самое для света? Вот мы стреляем из такой пушки квантовой обычным светом. Облучаем щель. Мы видим, как фотоны, точечки падают сразу за щелью. Теперь возьмем две щели. Мы, казалось бы, ожидали бы две полосы за щелями, однако мы видим интервенционную картину. То есть фотоны как бы в этом потоке света, они как бы взаимодействуют между собой. И как-то вот они, как эти волны, распространяются. Давайте уберем вот это взаимодействие между фотонами. Давайте возьмем, будем стрелять по одному фотону и посмотрим, что же будет. Как бы мы стреляли шариками. Или фотоны, или электроны. На самом деле неважно, какой частицей стрелять. Потому что все одновременно и волна, и частицы. Правда, я позже скажу. Мы стреляем фотончиками. Вот они проходят через две щели. И мы видим, что они попадают не в две зоны, они попадают в кучу зон, в ту самую интервенционную картину. То есть как бы фотон раздваивается перед щелями, потом взаимодействует сам с собой, интерферирует сам с собой и движется в какую-то из выбранных зон. Я говорю слова «как бы». Я буду часто это говорить, потому что на самом деле никто точно не знает, что там происходит. Вот пушка стреляет разными формулами. А теперь давайте попытаемся подсмотреть, что будет, если мы захотим узнать, где находится, через какую щель прошел наш электрон или наш фотон. То есть мы поставили некий прибор, вот он с глазиком показан был. И в этот же момент, когда мы добавляем прибор наблюдателя, интервенционная картина исчезает, сужается до двух щелей. Вот этот мультик, по-моему, очень классный и наглядный. Я его взял из довольно такого макобесного фильма. Но мультик хороший, а фильм не очень хороший. Они специально даже поставили глазик, чтобы подчеркнуть, что это именно эффект наблюдателя. Вот Вернер Гейзенберг, один из величайших физиков прошлого века, он говорил о том, что у нас есть квантовая физика, от слов, которые будут ее описывать, нет. Поэтому приходится оперировать теми словами, которые есть. Ну, например, я когда готовил лекцию, я вбил в YouTube слова эффект наблюдателя, и мне вылезло что-то вроде этого. Доказательство в виртуальности нашего мира. 4,5 миллиона просмотров. Я тоже посмотрел, учитывая такое количество просмотров. Там говорят о том, что наш мир — это такая матрица, а вот этот опыт — это сбой в матрице. Программисты, архитекторы, они досмотрели. Мы в матрице, квантовый опыт Юнга. Эффект наблюдателя как сознание меняет материю. То есть очень многие люди считают, что наблюдатель своим сознанием, наблюдатель, он даже не может быть неживой, неживой объект. Скорее всего, это живой объект. Он смотрит своим сознанием. Или вот мои любимые. Транссерфинг реальности — троллейбус наблюдателей. То есть, видимо, куча людей наблюдают из троллейбуса. Эффект наблюдателей как один грех открывает ворота другим грехам — паровозам. И теология квантового наблюдателя. В общем, все вот эти бездны троллейбусов и паровозов, они открываются, если мы просто вобьем в YouTube, невинные слова «эффект наблюдателя» с желанием посмотреть ролик про квантовую физику. И там в действительности на 10 роликов один-два нормальных ролика. Все остальное — паровозы, троллейбусы, и теология квантового наблюдателя. Приду несколько цитат. Квантовая механика допускает, что каждая атомная частица наделена сознанием и фактически является живым существом. Это стандартная цитата из множества сайтов сомнительного содержания. Я прочитал довольно много книг по квантовой физике, и ни в одной из них не говорится о том, что частица наделена сознанием. Вот эта цитата очень подходит нашему фестивалю. Квантовая физика конкретно показала, что сознание наблюдателя, с большой буквы, способно влиять на результат физических опытов. А если сознание наблюдателя способно влиять на элементарные частицы, то насколько сильнее оно может влиять на человеческую психику и способность нашего сознания. Этот принцип действия нашего сознания прекрасно используют борцы с «гженаукой» для подавления у людей экстрасенсорных способностей. То есть в том, что у людей нет экстрасенсорных способностей, виноваты мы. В общем, на самом деле, конечно же, этот эффект описывается просто психологией. То, что здесь говорится, что человек — социальное существо, он хочет социального одобрения, поэтому, когда есть наблюдатели, он ведет себя так, чтобы им понравиться. То есть это не относится к квантовой физике. Еще несколько цитат. Мистического знания нельзя достичь путем отстраненного объективного наблюдения. В квантовой физике наблюдатель, теперь с маленькой буквы, и объект наблюдения не могут быть отделены друг от друга. Мистики в состоянии глубокой медитации достигают того состояния, когда различие между наблюдателем и наблюдаемым исчезает полностью. То есть мы наблюдаем за электроном, и, по-видимому, у меня как у мистика, исчезает любая разница между ним и электроном, или фотоном, еще хуже. Это из книги Дао-физики Фритёфа Капра. Это такой гуру New Age. New Age — это такая система верований. Это сплав между квантовой физикой, достижениями физики и восточными верованиями. Очень популярная. И вот Фритёф Капра, он себя называет физиком-теоретиком. Вот я посмотрел такой сайт Google Scholar. Это сайт, где выкладывается научная литература. Я пролистал 7 страниц, я не нашел ни одной научной работы, нормальной научной работы Фритёфа Капры, только Дао-физики и все прочее. А после 7 страниц мне просто надоело клацать, и я решил, что не буду дальше. Еще одна цитата. Излучение мысленной энергии индуцирует материальную реализацию варианта. Сложно как. Подтверждением тому служат не только факты из обыденной жизни, но и опыты в квантовой физике. Для удобства мы будем просто полагать, что излучение мысленной энергии подсвечивает определенный сектор пространства вариантов, в результате чего вариант получает свое материальное воплощение. Это транссерфинг реальности. Довольно популярная книга, к сожалению, в России. И это один из ключевых, в принципе, принципов транссерфинга, что мы своим сознанием можем влиять на мир, можем его менять. Тоже идет с эффекта наблюдателя. Следующая цитата. Человек, который ее сказал, он считал, что сознание можно описать некой функцией, которую можно записать потом в уравнение квантовой физики и объяснить этот опыт. Сознание окружает нас, словно магнитное поле, внутри которого наш центр энергии поворачивается, словно игла компаса. И настоящая фаза сознания влияет на последующее. Кто же тот великий маркобес? А это Вольган Паули, один из основоположников квантовой механики. Нобелевский лауреат. Один из величайших физиков прошлого века. Магнитная игла, которая поворачивает центр энергии. Вольган Паули. В общем, проблема выступляется тем, что во время зарождения квантовой физики, это 20-30-е годы прошлого века, многие ученые считали примерно как Паули. О том, что наблюдатель действительно своим сознанием как-то влияет на поведение электрона или фотона. И получается такая вот лажа. Нильс Бор определил квантовый мистицизм следующим образом. Что квантовый мистицизм подразумевает влияние сознания наблюдателя на исход эксперимента. Мы смотрим, мы как-то своим разумом сливаемся с электронами, электрон выбирает какую-то одну из щелей. С Бором довольно сложная история. Бор поначалу считал, что наблюдатель действительно влияет на эксперимент. Потом Эйнштейн обозвал его мистиком. А Нильсу Бор это не очень понравилось, и он попытался отмазаться от звания мистика, и он примерно так определил квантовый мистицизм. Вот Эйнштейн, Планк, Дирак, еще ряд ученых, это были такие вот столпы материализма. То есть им это все не очень нравилось. Они как-то пытались объяснить все научно, рационально. Были другие ученые, другая тоже веселая компания. Это Ворган Пауле, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг, Юджин Вигнер, фон Нейман, еще ряд ученых. Это известнейшие люди. К примеру, Эрвин Шрёдингер, он написал книгу «Мое мировоззрение», где он вообще объясняет мир, практически объясняет мир, с помощью индуистских вед. Вот такое вот было его мировоззрение. Гейзенберг считал, что наблюдатель влияет на исход эксперимента. Юджин Вигнер написал в 60-х годах, уже написал трактат о том, как наблюдатель влияет на квантовый опыт. И на него потом начали ссылаться нью-эйджа. Им было очень лестно, что Вигнер, величайший ученый, написал про вот эту всю ерунду. Потом они, конечно, метались между разными лагерями, но они, мне кажется, усугубили вот это все. Но надо, конечно, вспомнить, что было в это время. Тогда еще был популярен более-менее спиритизм. То есть его уже шел на спад, но тем не менее был. Это было время после Первой мировой войны, когда у людей было такое духовное истощение, то есть казалось бы, к чему эта война. И люди обращались к неким мистическим таким каким-то верованием. И вот я выделил ряд таких сортов квантового мистицизма, про которые можно говорить. То есть это нью-эйдж. Я уже про него говорю. Трансельсинг к реальности. Квантовая психология, квантовое сознание. Она говорит о том, что у нас в мозгу происходят квантовые процессы, мы можем все наши мысли, там и все прочее, с помощью квантовых процессов описывать. И заодно наши мысли имеют свойства квантовых объектов. Например, может быть, там телепортация квантовая с помощью мысли. Теории матрицы, о том, что это какой-то там сбой в матрице и вот этот опыт. Домороченные теории вроде паровоза или там чего-то еще. То есть их очень много, этих теорий. Теперь давайте разберемся, что же происходит. Что же на самом деле происходит в этом опыте. Для начала я сделаю такой краткий ликбез. Это вот такой набор маркоборда, что нужно знать в квантовой физике, чтобы разговаривать с человеком, который к вам приходит, говорит мое сознание в состоянии квантовой суперпозиции. Так и есть. Ко мне подходил один такой человек когда-то. Квант — это некая неделимая порция величины физики. Например, квант энергии. То есть мельчайшая частичка энергии, с которой можно уже дальше работать. Квантовая суперпозиция. Довольно стрёмная штука. Вот если задумываться об этом с точки зрения нашего повседневного опыта. Это линейная комбинация взаимосключающих состояний квантовой системы. Например, частица может быть и… Ну, некий объект может быть и волной, и частицей. То есть это вот два взаимосключающих… Две взаимосключающих состояния, которые могут быть одновременно. Вот Шрёдингер продемонстрировал абсурдность квантовой суперпозиции при переносе на материальные объекты своим замеизмом к отцам Шрёдингера. Вот котик одновременно и мёртвый, и живой. Это суперпозиция двух состояний. Это, кстати, формула из реально серьёзной научной статьи с котиками. Если очень постараться, котика можно представить в виде частицы, если засунуть в такую банку, или в виде волны. Вот, но это, конечно же, к какой-то квантовой физике особого отношения иметь не будет. Идём дальше. Волновая функция, очень важная штука, она описывает состояние квантовой системы. Её нельзя померить, в том плане, что это некий такой нефизичный объект, потому что туда входит комплексные числа. Комплексные числа — это мнимые числа, там, где появляется корень из минус единицы. Такие штуки мерить нельзя. Зато можно мерить квадрат волновой функции. Квадрат волновой функции, если мы возьмём функцию, возьмём просто в квадрат, то мы получим вероятность нахождения системы в том или ином состоянии. Это уже померить можно. Мы возьмём тысячу электронов, пропустим их через эти щели и посмотрим, с какой вероятностью через одну, через другую щель. И ещё важная штука, которая нам потребуется дальше, это функция перехода из состояния 1 в состояние 2. Оно считается следующим образом. Справа налево. Система была в состоянии 1, в состоянии свалного функции 1. Потом она перешла в состояние свалного функции 2. Вот так вот. Теперь давайте рассматривать этот опыт, наконец-то. Эксперимент с двумя щелями. Вот у нас есть пушка, я её буду буквой S обозначать. Есть экран с двумя щелями. Всё честно. Две щели, эксперимент с двумя щелями. И есть экран, где мы будем наблюдать все эффекты. И там ходит детектор. Вот детектор я обозначу буквой X. То есть на самом деле не важно, где детектор ходит. То есть важно, что он находится на этом экране. Теперь давайте смотреть. Мы одну щель сначала закроем. То есть это эксперимент с одной щелью. Одну щель закрыли и посмотрели, как будет проходить электрон из пушки в детектор. То есть я запишу эту функцию. Справа налево читаем. Из S из пушки вышел и попал в точку X, там, где был детектор. Всё довольно просто. Это такая волновая функция перехода. Она ещё называется в ампитуде вероятности. Перехода из пушки в детектор. Теперь мы хотим рассмотреть подробнее путь этого электрона. Например, сказать о том, что он проходил через щель. Как мы это сделаем? Мы скажем, что опять справа налево. Мы скажем, что он из пушки S перешёл к щели 1. Потом из щели 1 он перешёл к детектору X. Всё. Мы рассмотрели, мы записали вероятность, ну как бы волновую функцию перехода из пушки в детектор. Теперь я вас веду это в квадрат и получил некую вероятность. С какой вероятностью он попадёт в детектор. Вероятность будет выглядеть таким образом. Здесь вот чем дальше линия от вертикальной полосы, от вертикальной линии, тем выше вероятность. То есть всё честно. Наибольшая вероятность как раз напротив щели. То, что есть некая вероятность возле щели, означает то, что щели имеют некие размеры, электрон может немножко бегать. То же самое будет, если мы закроем первую щель, пропустим через вторую щель. Вероятность будет такая же, только с учётом того, что это вторая щель. А теперь давайте откроем обе щели. И нам, казалось бы, у нас должно быть то, что у нас будут вероятности сложиться, но всё будет не так. Всё будет вот таким образом выглядеть. Почему? Потому как в квантовой физике нужно учитывать сразу все пути, которые проходят частицы. Сразу все пути. То есть в данном случае у него есть два пути. У него есть путь 1 и путь 2 через щель 2. Мы должны их сразу учесть. Поэтому если мы распишем её путь от S к X, он будет выглядеть следующим образом. Сначала мы должны записать её путь через первую щель и прибавить путь через вторую щель. Это те самые старые наши вероятности перехода. Возведём в квадрат и получится вот такая вот странная штука. Я математически не расписал, но честно так получается. То есть получается, что напротив, как раз между щелями наибольшая вероятность, тогда побудет больше частиц, потом частиц меньше будет, где пик маленький. Потом будет больше частиц, меньше и так далее. Мы получим интерференционную картину. За счёт того, что мы должны два пути учесть. А теперь мы захотим посмотреть, мы захотим понять, через какую же щель прошёл электрон. Что мы будем делать? Мы добавим некий измерительный прибор. Он будет состоять из чего? Он будет состоять из источника света и из двух детекторов. Детектор 1 и детектор 2. И мы будем говорить, что если электрон прошёл через щель 1, и на него попал фотон из источника света, и потом этот фотон попал в детектор 1, то мы считаем, что электрон прошёл через первую щель. Если фотон попал в детектор 2, то он прошёл через вторую щель. Таким образом мы определяем, через какую щель прошёл электрон. Очевидно, что для того, чтобы увидеть предмет в тёмной комнате, мы должны его подсветить. Когда мы светим на него, кванты света с ним взаимодействуют. Я вас плохо вижу, вы не очень подсвечены. Если сейчас включить свет, то с вами будут взаимодействовать кванты света, они будут попадать мне в глаза, я буду вас видеть. Мы не почувствуем взаимодействие квантов света, кроме того, что может быть стать жарко от очень яркого света или слепить нас. А вот электрон почувствует. Давайте посмотрим, как распишется эта функция для электрона. Он сначала переходит из точки S, из пушки S, в точку 1, в щель 1. Всё честно. В точке 1 он взаимодействует с фотоном, который испустил источник света. Я запишу эту функцию взаимодействия через A. Она, конечно, гораздо сложнее, чем какая-то буква A, но это просты, просто обладает буквой A. Это амплитуда вероятности, то есть волновая функция того, что фотон потом попадёт в детектор 1. И потом электрон дальше подожает свой путь. Он взаимодействует с фотоном и идёт потом дальше в детектор. То есть из 1 в точку X. Я должен буду завести это в квадрат. Когда я его заведу в квадрат, у меня окажется, что вероятность нахождения в какой-то точке электрона равна той же самой вероятности, которая была при одной щели. То есть она умножается на некую букву A, но это не так важно. То есть у нас вероятность, она просто растянется или сузится, но её вид будет точно такой же. Для второй точки будет вот так. То есть у нас измерительный прибор, он влияет на электрон, поэтому электрон ведёт себя вот таким вот образом. И замените, что я не сделал, когда я рассказывал про эксперимент с двумя щелями. Я ни разу не сказал слово наблюдатель. У нас нет человека, который за этим смотрит. У нас есть измерительный прибор, холодный и жестокий, ему без разницы, у него нет мозговых волн, у него нет ничего, там какого-то мистического сознания и так далее. У нас есть просто источники света и детекторы, которые детектируют эти электроны. Вот эта штука, кстати, называется некий коллапс волной функции. То есть волновая функция, она описывает сразу все возможные положения, все возможные пути, частицы. Но когда мы измеряем, мы знаем, что электрон прошёл через щель 1 или через щель 2, 100% знаем, что он так. То есть вся волновая функция, все вероятности, все пути, они схобываются в один. Вот это вот редукция или коллапс волной функции. Это вот то, что я сейчас рассказал, это была копенгагенская интерпретация квантовой физики. Она всё идёт с этого эксперимента. Есть ещё более жёсткая штука. Это совсем жесть. В общем, Бор говорил о следующем. Он говорил, что до того, как мы измерили квантовый объект, до того, как мы измерили квантовый объект, мы не можем про него сказать, он частица или он волна. То есть он будет волной, если мы его измеряем как волну. И он будет частицей, если мы его измеряем как частица. И вот Виллер, Джон Виллер, в 78-м году придумал мысленный эксперимент. Он подумал обмануть фотон. А как же он захотел сделать? Вот у нас идёт одиночный фотон, как одинокий волк такой, одиночный, одинокий фотон. Вот он попадает на расщепитель входных лучей. То есть это такое зеркало, после которого с некой вероятностью фотон пойдёт по пути один, и с некоторой вероятностью пойдёт по пути два. Потом он просто отражается от двух зеркал, а потом попадает на детекторы. И вот второй расщепитель, он выходных лучей, он показан пунктиром. То есть мы можем его ставить, а можем не ставить. Если его нету, то каждый детектор регистрирует фотон, разные фотоны, с вероятностью 50%. То есть он ведёт себя к частице, он идёт по пути один или по пути два. Если у нас есть второй расщепитель, то вероятности этой смещаются, и фотон ведёт себя к волне, то есть он показывает интерференцию. То есть у нас расщепителя нет, фотон — частица, расщепитель есть второй, у нас волна. И вот что придумал Виллер. Он придумал следующее. А что если, когда фотон зашёл через первый расщепитель, у нас, например, второго нету, то есть он избрал путь один или путь два, а потом мы взяли и поставили после этого второй расщепитель. Что будет? Или наоборот, то есть мы обманем фотон. Фотон уже как бы выберет какой-то путь, быть ему волной или быть ему частицей, а потом мы его обманем. Мы пытаемся сделать так, чтобы он вёл себя иначе. В общем, Виллер предположил, что будет всё следующим образом. Если мы будем ставить расщепитель, всегда будет волна. Если мы будем его убирать, всегда будет частица, вне зависимости от того, когда мы его поставили. Этот опыт реализовали в 2006 году. А потом ещё в 2015 году реализовали ещё более жёсткий опыт на атоме гелия. Атом гелия нам кажется таким материальным объектом, не то, что какой-то фотон. И он тоже себя вёл как волна и как частица. Вот это опубликовали в журнале Nature Physics, очень такой известный научный журнал. И там была пометка. Они писали, учёные, что это можно трактовать так, как будто фотон или электрон предсказывает будущее. Что он знает, будет там расщепитель или нет. Но не надо так делать. Это просто принцип дополнительности Бора, о том, что метод измерения влияет на поведение частицы. Что видели мракобесы в этой статье. Матрица отдыхает. Австрийские физики доказали иллюзорность бытия. Игры разума. Наша жизнь — это иллюзия, доказали учёные. Квантовые чудеса. Эксперимент доказывает, что будущее влияет на прошлое. То есть как ты не пиши в научных статьях, что не надо их трактовать мистическим образом, люди всё равно будут трактовать их мистическим образом. А здесь есть просто принцип дополнительности Бора. Есть ещё одна интерпретация квантовой физики, на которой очень любят паразитировать, особенно в всяких теориях матрицы. Она называется многомировая интерпретация. Она говорит о следующем. Что у нас, наш весь мир, можно описать в какой-то момент времени огромной волновой функцией, которая будет включать в себя волновые функции всех объектов, которые вероятно стоят. И мы делаем такую вселенную, универс, она здесь обозначена. Это все возможные комбинации вот этих вот миров. То есть мир — это реализация, например, одного пути, там электрона, другой мир — это реализация другого пути электрона. И вот обычно этот многомировую интерпретацию трактуют так, что в момент прохождения электроном через щель мир раздваивается. То есть в одном мире он пошёл через одну щель, в другом мире он пошёл через другую щель. На самом деле, конечно, мир не раздваивается. Просто волновая функция, то есть не появляется вторая вселенная. Просто волновая функция, она как бы выбирает одно из своих значений. То есть это вот часто иллюстрируют таким образом. То есть парень подарил девушке цветочек, девушка его может принять, тогда у них любовь, либо она может отвергнуть цветочек, тогда она подарит другой девушке цветочек, и у них пойдёт такая вот цепочка новых вселенных. То есть вот это не так. То есть мы своими решениями не создаём новую вселенную, где мы не приняли это решение. То есть вы его приняли, живите теперь с ним, со своим решением. Другой вселенной здесь всё не так, нет. То есть это, кстати, вот это вот показано в фильме «Господи Никто», довольно неплохой фильм. Вот там появляется огромное количество вселенных, если будете смотреть, если ещё не смотрели, записывайте там, где что. Но это неправильно. Это неправильная трактовка многомировой интерпретации. И последнее, что ещё очень любят, особенно в созданиях квантового сознания, это квантовая телепортация. Вот здесь тоже есть такое ожидание реальность, как выглядит квантовая телепортация. То есть квантовая телепортация это некий перенос некоторых свойств одних частиц на удалённые частицы. Например, мы создаём пару фотонов, один вот так поляризованный, другой вот так поляризованный. Если мы измеряем, разносим на некое расстояние, мы измеряем один, мы получим таким, значит другой получится мгновенно точно таким. Но мы не знаем, мы не можем переносить некую информацию, мы не можем сказать, к примеру, что знаете, у нас, знаете, если мы измерим, а вы получите такую поляризацию, то вы сделаете там что-то или не сделаете что-то. Мы не можем рассказать, потому что когда мы измеряем, мы получаем некий вероятный объект. Мы с некой вероятностью измеряем, мы не знаем, что мы получим. И наш человек с другой стороны тоже не знает, что он получит. Вот такой вот образ. Это называется квантовая запутанность, то, что сейчас я сказал. Но это очень любят в теориях квантового сознания, то есть о том, что если сознание — это квантовый объект, то у нас могут быть с другими людьми запутанные фотоны. Я когда-то слышал от одной девушки, она сказала, что если люди дружат или влюбляются, значит у них фотоны запутываются, которые спускают их мозги. И она называла это на одной волне. Но это не так. То есть это все происходит в вакууме при очень низкой температуре. Наш мозг не находится в вакууме, большинство людей, по крайней мере, и находится при обычной температуре. Но на этом я бы хотел закончить фразой президента краевской Нидерландской академии наук. Он говорил о том, что у некоторых людей есть непредалимое желание искать разгадку некоторых явлений непременно в квантовой физике. Если вам говорят о том, что вот что-то странное, квантовая физика, потому что в квантовой физике это решено, спросите у него, по крайней мере, есть ли у него диплом квантовой физики, и читал ли он что-то, кроме дауфизики, про квантовую физику. Вот на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Олег, пока вы тянете руки, вопрос из нашей трансляции. Может ли современная наука сказать что-нибудь насчет передачи мысленно-расстояния? Я могу сказать, я не уверен за всю современную науку, я могу сказать, что нет, мы не можем передать мысленно-расстояние. Нет никаких физических законов, которые позволяли вам когда-то писать мысль и потом ее передать. Можно придумать нечто довольно сложное, если мы возьмем, к примеру, томограф, научимся смотреть, какие зоны активируются при мысли, к примеру, о бутерброде, и передавать потом фотографию, изображение мозга другому человеку, он будет понимать, что ага, наш испытуемый думал о бутерброде, или о котиках думал. Разве что такие передачи мыслей. Спасибо за лекцию. Это ты, Рената? Да, это я. Привет. Ты очень хочешь книжку, я вижу. Ну ладно. Да, я очень хочу книжку. Так вот, здесь вот на самом последнем слайде уже даже видно, что вот есть котик, он живой, он мертвый. Над этим экспериментом даже немножечко посмеивался Эйнштейн, который придумал свою мышь Эйнштейна, которая, по идее, должна за всеми нами наблюдать, и таким образом мы вообще все живы. Недавно Илон Маск запустил в космос Теслу со Старманом. И этот Старман, он абсолютно неживой, но, как мы увидели, наблюдатель может быть просто вот абсолютно бездушной машиной. В связи с этим вопрос, может ли Старман быть мышью? Какой сложный вопрос. В общем, насчет мыши Эйнштейна. Эйнштейн когда-то сказал, что вот он посмеивался с этими вот мистических всяких воззрений, он говорил, что представим, что на наш, ну вот говорили, если мы там смотрим на мир, тогда он существует. И он сказал, то есть на вас смотрит мышка, значит, вы существуете. Но это же, конечно, абсурд. То есть так-то получается, что наш мир, это там, не знаю, суперпозиция, куча мышек, которые на нас смотрят. И что услышали люди, которые любят трактовать опыт слова не так? Они услышали, мышь создает Вселенную, мышь создает мир. Вот это стала очень популярная штука, это мышь Эйнштейна. Вот наблюдатели, там же даже у Стармана была камера, кажется, которая была наблюдателем. Вот. Нет, конечно же, там мышка, которая смотрит на мир, не создает Вселенную. Камера Стармана тоже не создает Вселенную. И ты иногда тоже не создаешь Вселенную, когда на нее смотришь, как бы тебе это ни хотелось. Вот. Так что, наверное, нет, Старман не может быть мышкой. Ну, если разрешено писать, что он мышка, и все. Спасибо за лекцию. Можно спросить, какая сейчас доминирующая теория для связи макромира и микромира, в связи с тем, что теория струн уже вроде как не очень актуальна, и что можно почитать на эту тему? Я бы, я ваш вопрос сначала понял следующим образом, только вы не сказали про теорию струн. Я подумал о том, что где происходит граница между квантовой физикой и классической физикой. То есть мы друг друга можем описывать классическую физику, и это будет нормально. Можно очень сильно постараться и попытаться человека описать как некий квантовый объект, но я уверен, что ни у кого не получится. Слишком сложно. Вот человек классический объект. И вот граница между квантовой физикой и классической, она проходит там, где удобно экспериментатору. Ему удобно здесь, там будет проходить эта граница. Но вы сказали про теорию струн. Что вы имели в виду, когда спросили про теорию струна? Связующая звенова вся Вселенная. А, связующая звенова. То есть вы, наверное, про теорию всего говорите. То есть смотрите, есть 4 фундаментальных взаимодействия. Гравитация. Есть электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие. Слабое и сильное в ядерных процессах проявляются. Электромагнитное, вот мы видим, все это электромагнитный свет. И гравитация. Пока что есть теория, которая объединяет, То есть она одними уравнениями описывает электромонетизм, слабое и сильное взаимодействие. А гравитация, она стоит особняком. Пытаются как-то гравитацию добавить, но, к сожалению, пока не получается. Есть несколько теорий, вроде теории струн, которая вводит 26-мерное пространство, потом она вводит 11-мерное пространство. То есть надо как-то избавиться от лишних пространств, потому что наш мир четырехмерный. То есть сначала избавились от 15 пространств, потом избавились еще от одного. Вот осталось 10, надо 10 перевести в 4. Есть 10 в 500 степени вариантов, как это сделать. Надо рассмотреть все варианты и попытаться найти тот, который переведет именно в нашу Вселенную. Но пока что не удалось никому это сделать, это слишком много. Есть еще теория петлевой гравитации. Я про нее недавно почитал. Она говорит о том, что на очень маленьких масштабах наш мир состоит из таких квантовых ячеек пространства. Вот если я правильно ее понял, ту числостью, которую я читал. И их тоже можно рассматривать на малых масштабах, как квантовое, некое квантование пространства. Она тоже такая вот не мейнстримная теория. И теория струн тоже не мейнстримная, потому что теория струн чисто умозрительная. То есть она не дает пока что какие-то предсказания, насколько я знаю, которые можно проверить с помощью эксперимента. Когда даст и проверит, она скажет, ага, работает круто. Я надеюсь, так когда-то будет. Здравствуйте, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть астрология, то есть влияние планет на людей. О, да, астрологию я люблю. И, допустим, говорят, что, например, в полнолуне полная луна настолько влияет на людей, что в этот период зафиксировано большее количество аварий или каких-то происшествий. Вы как к этому относитесь? Я думаю, что на убывающей луне нужно делать все, про что говорил Александр в первой лекции. Можно еще какие-то обереги делать, чтобы вы не попали в аварию на полной луне. А на прибывающей можно делать все, что хотите, потому что еще до полнолуния долго. Вот смотрите, я не знаю на самом деле данных. То есть если вы мне показали бы статистику, я так знаю пока что ваши слова. Если бы показали статистику, когда в полнолуния часто аварий повышался на 10%. Вот это статистически значимое какое-то обозначение. На 10% по-любому поднимается. Тогда можно было про что-то говорить. Если допустить, что такое есть, то я не знаю почему. То есть вряд ли здесь какое-то астрологическое объяснение. То есть вполне возможно, скорее всего, этому можно найти какое-то реальное объяснение, если такое есть. Я бы скорее предположил, что… А вот еще один на спец на астрологии. Я бы скорее предположил, что если бы такая коллекция нашлась, что люди посмотрели по телевизору, что полнолуние, они очень нервничали по этому поводу. Поэтому в таком нервозном состоянии за рулем ехали менее аккуратно. Например, да. Это было более правдоподобное объяснение, чем реальное влияние светил… Это самореализующееся предсказание. Самореализующееся предсказание. Вообще у Олега в YouTube есть целая лекция про астрологию. Это он скромничает. Он тут главный специалист по астрологии. Можете послушать. У меня плащ есть, да, конечно, по астрологии я специалист. Большое спасибо за выступление. Еще один вопрос. Можно еще здесь? Извините. А вот еще такую шутку слышала, что якобы у человека в его нетрезвом состоянии квантовое число увеличивается, и поэтому он может делать все, что угодно, ну то есть силы. А что делать людям с маленькими квантовыми числами, я даже не знаю. Я не знаю, может быть, возможно, люди, которые ездят на гигантских роверах в полноуне, они как-то пытаются компенсировать низкое квантовое число. Я не знаю. Есть четыре квантового числа. Есть там энергетический уровень, есть там орбитальное квантовое число, и там спин тоже квантовое число. То есть, ну, я не знаю, какое из них должно увеличиваться. Можете конкретизировать. Здравствуйте. Хотела задать вопрос. Мне стало интересно, почему так много значимых ученых придерживались какого-то вот этого мистицизма в квантовой физике. Может быть, современная наука действительно не может что-то понять из квантовой физики и пытается найти всему рациональное решение, но если бы она немного допускала возможность вот этого нерационального, мы бы уже смогли многое понять из квантовой физики, что не понимаем сейчас. Ну, смотрите, люди, которые создавали квантовую физику, они ходили в потемках. Они шли по лесу, темному страшному лесу, возможно, полноуние где-то было. Они ходили там со свечками, и им было там много чего непонятно. Сейчас мы едем по шоссе, которое вот ставлено там, не знаю, фонарями, все очень ярко и все более-менее известно. То есть мы сейчас про квантовую физику знаем гораздо больше, чем это знали там даже Паули, Эйнштейна и те люди, которые ее создавали. Просто потому что с того времени прошло там несколько десятилетий, много десятилетий прошло, и множество других ученых добавили новые знания и объяснили непонятные вещи. Это во-первых, то есть квантовый мистицизм, то есть ее воззрение о том, что наблюдательным сознанием влияет на исход эксперимента, они стали уже очень маргинальными уже в годах 50-х. То есть последние, кто держались, это Вигнер держался, Шрёдингер еще держался как-то от своих воззрений, а все от этого более-менее отказались. Во-вторых, ученые люди творческие. То есть и тогда было еще такое время, когда я говорил о том, что только что была волна спиритизма, только что была Первая мировая, после которой люди, чтобы заполнить душевную пусту, как можно было сделать такую фигню, как Первая мировая, они еще не знали, что Вторая мировая скоро будет. Вот они начали обращаться к каким-то мысленным, ну они к каким-то там индуистским, ведическим всяким практикам, к китайским философиям стали обращаться, то есть пытались это заполнить. И многие из этих ученых, они были в мейнстриме, они были детьми своего века, они про это тоже читали, и, конечно, они как-то пытались это все сплавлять вместе. Нет, тут просто вопрос не про этот тайский спиритизм, поезда наблюдателей и так далее. Нет, это просто какая-то ерда поезда наблюдателей. Это даже не тайский. А тут именно про то, что возможно ли, что сейчас люди еще до чего-то не дошли, что-то они не осознали, и поэтому они не могут до конца понять квантовую физику? Ну, как бы может быть все, но я не думаю, что это пойдет именно к каким-то мистическим вещам. Я думаю, это пойдет к совершенно нормальным вещам. Я могу сказать про не до конца понять. Вот, к примеру, многие ученые, многие из этих ученых, они считали, что есть некие скрытые параметры в мире, которые квантовая физика не учитывает. И вот был такой ученый Белл, который придумал некие неравенства, которые должны эти скрытые параметры как-то показать, есть они или нет. И вот оказалось, когда поставили эксперименты, что никаких скрытых параметров нет. Что квантовая физика, она работает как надо, а вот именно так, как она описана. Давайте последние два вопроса. В настоящий момент существует несколько интерпретаций квантовой механики. Ну, там, Копенгагенская, Многомировая и менее известные. А какой из них придерживаетесь вы и почему? Я придерживаюсь Копенгагенской, потому что она наиболее продуманная. И мне очень нравится логика о том, что… Это очень простая логика о том, что мы взаимодействуем с объектом, и он как-то меняет свое поведение. То есть, не знаю, мы смотрим за львами, там, в живой природе. Мы ставим камеру, львы подходят и начнут лизать. Очевидно, что когда нет камеры, они не лижут эту камеру, потому что нечего просто лизать. Но мы не можем сказать, что в живой природе он ведется все точно так же. Можно с неким приближением сказать. Также, не знаю, там, макромир, в микромире, конечно же, частицы между собой сталкиваются, которые взаимодействуют и тому подобное. Это все очень логично и очень просто. Многомировая интерпретация, мне кажется, она вводит довольно много вещей, довольно много сущностей, которые там очень странны. Например, о том, что весь мир можно описать волной функцией. То есть, возможно, да, но огромное количество… Ну, вот эти квантовые явления, они исчезают уже при более-менее нормальных температурах, на каких-то масштабах крупней, чем масштабы атомов. То есть, это просто не нужно. Но при этом в Копенгагенской интерпретации присутствует единственное нелокальное взаимодействие… Коапсуловной функции, да? Да. Ну и что? Смотрите, вот есть четыре вида Копенгагенской интерпретации. Есть вид, который называется «заткнись и считай». То есть, шатап он как лейт. Его очень многие там ядерные физики, практики используют. Они просто считают вероятности и не парятся, что там происходит. Есть вид, который говорит, что это то, что говорил Бом, что волновая функция описывает некий материальный объект, который размазан в пространстве и так далее. И потом просто этот объект схлопывается в частицу. То есть, он был волновен, схлопывался в частицу. При коллапсе он произошел. Некоторые говорят, что волновая функция — еще один подвид. Вольновая функция — это просто некая математическая абстракция. То, что там происходит в реальности природы, мы не знаем. Но математическая абстракция в виде волновой функции работает и хорошо. И вот матемическая абстракция, она схлопнулась, в принципе, без разницы, во что превратилась матемическая абстракция. Но главное, что это работает. У меня вопрос. Спасибо, во-первых, за лекцию. В современном мире появилась, во-первых, квантовая физика, она сделала колоссальный шаг вперед за последние сто лет. И появилась всевозможная научная, и в том числе и мистическая литература. За последние сто лет. Она и создана была примерно сто лет назад. Но у меня такие два простых вопроса. Вопрос первый. Какие вы можете посоветовать литературу для борьбы с квантовыми предрассудками, назовем их так? И вопрос второй. Вы перечислили всевозможные мистические учения. И есть ли среди всей этой кучи, в общем, есть ли среди этого хоть какая-то гипотеза, идея, которая может впоследствии повлиять на развитие квантовой механики? И такое дополнение. Вы хорошо ознакомились со всеми этими мистическими теориями, прежде чем их опровергать. Смотрите, я знакомился в том плане, что эти теории основываются на одной вещи. На том, что наблюдатель влияет своим сознанием на опыт. Вы выбираете, убираете эту штуку. Мне кажется, что это наглядно показалось, что нет никакого наблюдателя, как физического объекта. Ну, в смысле, живого. И все это, вот здесь базис рассыпается. То есть я считаю, для этого не нужно очень глубоко смотреть, как что-то за здание. Вы выбиваете кирпич из фундамента, так самые важные кирпичи, все рушится. Вот. Насчет книжек. Ну, 10 томов Вандау Лившица. По-моему, наилучшая профилактика квантового мистицизма. Мне очень нравится восьмой том Ричард Фейнмана, вот из его фейнманских лекций, про квантовую физику. Мне кажется, оно очень просто написано. Там есть куча формул, но кажется, он реально очень хорошо написан, очень понятно. Про квантовую физику еще, блин, я не читал одну книгу, но я забыл, как она называется, к сожалению. Вот, не могу сказать. Так, и еще был вопрос второй, про… А, которая когда-то может повлиять? Которая может когда-то повлиять? Ну, в принципе, посмотрите, вот то же самое квантовое сознание, о том, что у нас в мозгу происходят квантовые процессы, и потом мы там что-то можем из этого делать. Про это написал Роже Пенроуз в книге «Новый ум короля», кажется, она так называется. В общем, и то есть Пенроуз, это реально нормальный ученый, не там демагога-маг там. То есть он… И там его потом разобрали люди, которые шарят, они показали, что нет, что у него там очень много передержи, много где передергивают, много где слишком раздувает какую-то тему и так далее. То есть это вот пытались, Пенроуз пытался как-то… вот эти вот идеи адаптировать к нормальной науке, но не получилось. Может быть, что-то получится, но на самом деле в плане мозга… То есть мозг описывается отлично, описывается нейробиологией, он описывается просто биологией, поэтому они не учитывают квантовых явлений, которые происходят на очень маленьких промежутках времени, в вакууме, не знаю, при низкой температуре. Вот. Зачем нам придумывать что-то еще, если у нас есть психология, есть нейрофизиология, есть нормальная наука, которая работает. Какой вопрос был лучшим? Сейчас надо вспомнить, какие вопросы были. Это всегда очень сложно. Сейчас подумаю. Мне понравился вопрос про то, где граница между квантовым миром и реальным миром, и про объединение теорий. Это вот, по-моему, женщина вот там сказала, да. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Олег. Спасибо.